Состояние, там тоже муки все поломались, ребра все там, повылезало. Вот значит, страшное состояние, то есть, ну, вдруг, вот, через месяц она ходила в школу уже. Вот, значит, и врач, там, профессор, ну, Академия наук медицинской, он сказал такую, ну, это не мне, конечно, это матери сказала, а мама уже к нам пришла и рассказала потом, значит. Он сказал, что я, конечно, человек неверующий, но это точно Бог, говорит, вам нужно в храм, кстати, свечку поставить точно, потому что то, что мы сделали, это никак не повредит. Она не повредила на то, что произошло. Они делали операции разные, но ни одна из них не повредила на то, что произошло. То есть, она была полностью здоровой, исцелена, все кости срослись, позвонки, все восстановилось в течении, на протяжении, ну, правда, месяца, но, знаете ли, это, ну, она ходила через месяц уже в школу, но с этим, с этой штукой еще там, и костынь был, значит, но уже ходила сама, представляете, вот. Другие были случаи, там проводница в поезде померла, значит, ну, так случилось, вот, значит, и там прямо на ходу с другими проводницами, они говорят, ну, не можем молиться, я говорю, можете молиться, знаете, я не верю, что люди не могут молиться, все могут молиться. Как Евтушенко писал, там, в окопах атеистов нет, вообще, знаете, поэтому, когда придет, любой человек молится. Значит, и, конечно, вот, проводница жила, вот, значит, конечно, там было в шоке, особенно врач, который констатировал смерть, значит, и он же сам при мне сказал, значит, начальнику поезда, чтобы отменяли эту реанимационную на станцию, вызывали целую полоску. Вот, значит, и начальник поезда, мы молимся, а он звонит, там, значит, ну, и громкая связь, там, слышно, что, значит, отменяют реанимационную машину. Вот, значит, и, а когда она ожила, эта проводница, врач, то, наверное, она сумасшедшего, когда я говорю, что молиться сейчас за воскрешение, вот, а то сам потерялся. И, значит, начальник поезда звонит на станцию, значит, отменяем трубовозку, снова вызывайте реанимационную машину. А там слышу, мы еще молимся, а мы слышим, значит, да что у вас там происходит такое, то реанимационную, ты троповозку, ты снова реанимационную вообще. Как поезд ужасов, какие-то, вот, значит, вот, и, а когда уже ближе к станции, она уже не только ожила, она уже себя хорошо чувствовала, вот, уже была похожа на человека, уже, ну, розовенькая такая, а то была такая черно-зеленая непонятная вообще страшная, глаза туда зашли, значит, все, значит, а это уже, как будто, пришла в себя, и даже давят бой машине, вот, значит, доедут до конца, значит, и в городе, там, и, значит, и, короче, в больницу обратиться. А про что еще две станции проехали, она уже чай разносила, здоровая, розовенькая, все, значит, там, значит, такое тоже, для меня тоже было такое чудо. Кстати, антипроводницы, которые о том молились тоже, они плакать начинают, ну, они и раньше плакали, когда умерла, а когда воскресной еще больше плакать стали, значит, и, значит, там, смотрю, одна женщина, значит, сигарет и берет, там, эти пачковки, вот так, бросает, там, я даже пол слова не говорила за сигарету, вообще, сама, вот, значит, там, такое потрясение, другие были случаи еще в воскресенье, но там не было уверенностью, что это был именно летальный исход, вот, ну, так, тысяча таких случаев было, которые невозможно писать так точно именно летальный исход, вот, А это были вот такие конкретно летальные исходы. Но самый первый случай, это вот 2003 года, когда вот именно с этим мальчиком в расшенном дороге. Нечаянно, будем так говорить. Вот, и, ну, вообще к этим вещам не подготовишься. Главное быть внутреннее, ну, готовность. А там, когда события начинаются, там уже, знаете ли, все уже, как бы, уже, ну, интуитивно делаешь уже. Вот, к этому не подготовишься все равно до конца. Просто надо быть внутренне готовым к тому, чтобы в момент исцелять, в альтернативе смешать. Вот, как раз он их очищает. То есть, как бы, вот, быть готовым к этому вещам. Вот, а Бог уже дает, когда ситуацию, вот в этой ситуации уже такой кризисной, экстремальной, там уже проявляется уже все, как бы, так вот, на уровне подсознания. То есть, в духе начинаешь действовать. Вот, но самое для меня, почему об этом сейчас я начал говорить в завершении так. Потому что, вот тогда, в 2003 году, когда, значит, с мальчиком то все произошло, чудо, в завершении очень быстрое такое исцеление, быстрейшее просто исцеление, удивительное. Вот, когда мы ехали обратно, то, значит, я слышал голос. Знаете ли, я не псих, не слышал голосов, значит, там, и, как бы, но я слышал, впервые в жизни слышал голос. Громкий голос, своими ушами, вот. У меня ни до того, ни после того не было ничего подобного в жизни вообще. Вот, даже близко. Вот, слышал громкий голос. Но самое интересное, я думал, что, ну, сто процентов, что жена всегда слышит, конечно же, она со мной. На другой день, когда мы общались, и обо всем, что происходило в тот день, значит, то я вдруг с удивлением узнаю, что жена ничего не слышала, оказывается, вообще. Один явно послышал. Хотя это было очень громко, и это стало очень громко. Я думал, это далеко за машиной, значит, на машине, ну, резко громкую музыку включают. Я не люблю машину, когда громкая музыка. Вот, а здесь как будто громко прям включили музыку. И этот громкий голос сказал три раза, а жены тоже. Он задал мне вопросы. Знаете ли, у меня у самого кучи вопросов, мне бы самого кто ответил на мои вопросы, знаете ли. А этот голос задал мне один и тот же вопрос. Три раза я слышал одно и то же. Слово в слово, если, то это так звучало. Ну, я не могу так громко предобразить, это очень громко было. Ты это видел? Вот вопрос такой был для меня. Я не мог ничего ему ответить абсолютно. Я сам не знал, что я видел вообще. Мне в основном кто рассказал бы, что произошло такое. Вот, и я ему ничего не мог ответить на все... Каждый раз он спрашивал мне то же самое. Ты это видел? Я что-то может пытался сказать, что да как-то, да господи, все. И не мог ничего ему сказать даже абсолютно. И третий раз, когда голос этот задал мне тот же самый вопрос, так же громко очень. Вот, это ушами слышал. То есть не просто внутри, а внутри, снаружи это звучало. Даже за машиной, такое ощущение было, что это вот так вот, да, это как будто вот, с звуком таким вот, вокруг. Третий раз то же самое спросил меня этот голос, и я ему ничего не мог вообще сказать. И когда он мне это сказал, вот спросил меня, ты это видел, так же громко, так же отчетливо сказал он дальше следующее. Вот так будет и с церковью. И все. Вот за что купил, зато продал. Знаете, вот как оно прозвучало, и так громко это прозвучало, и так громко оно и закончилось, и все, и больше ничего не слышал. До сегодня ничего не слышал вообще, даже близко так было. Вот, и это, но, но, самое интересное еще, знаете, когда голос прозвучал, то само собой стало вспоминаться из Писания. Я очень люблю, когда само собой на чем-то, на гаще, на Зойрево, но приятно, это когда одно и то же, но хорошее вспоминается. И это вспоминалось из Писания. Это вот из Евангелия от Иоанна. Это место Писания, оно с тех пор стало моим любимейшим. Из Евангелия от Иоанна, 11 глава, где рассказывается как раз о воскрешении Лазаря праведного, да? Вот, 25 стих. Вот эти слова, вот они сами собой шумнали. Здесь написано, вот, Иисус сказал ей, я есть им воскресение и жизнь, верующий в меня, если умрет, а живет. Вот, и знаете, вот эти слова из Писания, они сами собой стали мне вспоминаться. Вот, просто сами собой. Это не было уже голосом никаким, это были мои мысли, но это было из Писания. И оно, вот так, понимаете, вот десятки раз одно и то же, одно и то же вспоминалось. Я есть им воскресение. И еду дальше. Я есть им воскресение. Я есть им воскресение. Десятки раз одно и то же, я не могу ни о чем другом думать. Знаете, вот, как бывает, что-то плохое, когда-то вспоминается одно и то же. Бывает что-то хорошее, когда хорошее, то хорошо. А когда есть Слово Божие, это вообще отлично. Когда одно и то же вспоминается. Но здесь оно было десятки раз одно и то же. Я есть им воскресение. Потом еду дальше уже. Я есть им воскресение и жизнь. Вот это воскресение и жизнь. Тоже в десятки раз одно и то же, одно и то же вспоминалось. А потом, там есть такой поворот, там в Гипте называется, вот, Черниговская трасса прямая уже. И уже время полночное. И представляете, значит, этот поворот мне на всю жизнь запомнился. Вообще, потому что когда съезжаю уже на трассу, то, значит, вот мысль, да, это продолжается. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Вот так вот, знаете, не совсем по синодальному переводу, но вот это вот, даже если, интересно. Вот, и пока мы в Киев не въехали, это все продолжалось. Одно и то же, одно и то же вспоминалось. Я один и тот же тех не вспоминал, больше ничего не вспоминал. Я есть им воскресение и жизнь, и верующий в меня, даже если умрет, оживет. И вот, друзья, братья и сестры, дамы и господа, вот, единственное, что вот это местописание, оно для меня вот с того самого 2003 года, ну, является, как бы, ну, ключевым, будем так говорить. И когда меня потом спрашивают, после того, значит, бывает, что, а вы верите вообще, возможно ли вообще реформация, там, православные церкви вообще, и как это возможно, я говорю, до конца не знаю, как говорю. Но я знаю, что это все не то, чтобы возможно, это, или реально, это все будет, сто процентов. То есть, но как это будет, я не знаю, детали. Я знаю, что невозможным человеком возможно Богу, Богу все возможно. И даже такие вещи, которые, ну, по-человечески вообще, они просто гиблые и бесперспективные. Бог как раз именно в таких ситуациях и проставляется, когда невозможным человеком, когда уже невозможно приписать человеком никакой славы абсолютно. Когда вся слава как ему достается. Вот это вот почерк всемогущего Бога, когда вся слава ему достается. Вот, допустим, реформация, там, 16 века, да, люди до сих пор пытаются славу какую-то приписать, там, то Лютеру, так Альвину, то Свин, то Анна Баптистам, кому-то еще. Но, в особенности, даже сами историки, исследуя биографии этих реформаторов, вынуждены констатировать факт, даже далекие привидии, что эти люди, они, ну, мало похожи на иконописный образ, как будем говорить, иконный образ, мало похожи на суперменов каких-то и супергероев. Обычные люди, и при том до конца даже и не понимавшие порой, что они делают вообще. А явно, что вся слава, вот, в том начале 16-го столетия, в этой реформации, в начале этой эпохи реформации, по сути, реально достается только лишь Богу вообще, вся слава. Ни Дутеру, ни Хальвину, ни кому-то еще вообще. Это были обычные люди, да и, по сути, я был такой же человек обычный, все остальные персоналы, обычные люди. Но Бог через обычных людей делает обычные свои вещи, да, если мы доверяем Ему, Богу, вот, и это очень прекрасно. Так что, друзья, завтра имею честь продолжить, вот, и хочу свидетельство тоже, и Слово Божьего. Мы с 7 утра у вас служение будем у нас в утро, да, вот, и тоже, наверное, сделаем даже, наверное, так, вот, какие-то вопросы нам, да, сделаем тоже, наверное, вопросы, ответы. Я хочу примеры привести из истории Церкви, из истории Израиля, хочу примеры привести некоторые завтра, ну, и из своей жизни тоже, конечно, свидетельствую хочу тоже. Вот, и путь Бог благословит вас, друзья, хочу благословить благословением священников, вот, в 4-й книге Моисеева, в числах, там есть в 6-й век благословение, мне оно очень нравится. Вообще, мудрецы в древности говорили, интересно, что эти стихи, как бы, да, эти слова изменили мир. Есть такое-то понимание интересное, вот, но я понимаю, что, действительно, когда Бог обращается в реалии на нас, то, вообще, на землю, то и мы, и земля наша, она не может оставаться прежней. Вот, Чарльз, еще, числа, 6-я глава, значит, 24-й, получается, да, 25-й, 26-й стихи. Значит, благословение еще называют Ааронова, да, потому что в 23-м, накануне, завершение 6-го раздела, 6-я глава, числа, в 23-м стихе написано, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им». И дальше вот слова благословения священнического, и в 27-м стихе написано, «Так пусть призывают им и моему сынов Израилевых, и я благословлю их». И вот эти слова благословения хочу сейчас вам подарить, вас благословить этими словами. Но перед тем, хочу вспомнить еще, опять-таки, Чарльз Сперджин, очень люблю его, пробуйте многие пересматривать, но перечитывать. Скачал много вот этих вот как раз его бесед с учениками, и там у него очень красивые сравнения есть. Мне так оно понравилось, как это на сердце прям легло, знаете, вот по поводу тоже благословения вообще, и того, что Бог не поразил земные проклятия, а что он благословил землю и человека. Очень красивые сравнения у него есть. Он сравнивает, там, в одной беседе своей, значит, сердца человеческие сравнивает с воском и с глиной. И говорит, что, друзья, вот и воск, и глина, да, в определенном, там, температурном состоянии, там, значит, там, значит, и в прохладе, значит, могут быть на ощупь и по состоянию примерно одинаковые, но, говорит, когда и то, и другое выносишь на жар, на солнце, на солнцепек, самое будем так говорить, да, то, значит, все это меняется. Глина превращается в камень, каменеет, а воск плавится. И вот, значит, и когда, вот он по такому примеру тоже привел, когда, ну, говорит, Бог, он везде, да, но когда он ближе и ближе становится, да, то тогда либо ожесточает, либо обмельчает, либо плавится сердце человека. И вот, что он, придя, не поразил земным проклятием, не значит, что он хочет поразить проклятие, нет. Он хочет, наоборот, благословить. И, ну, вот на примере тоже приводил он как раз с этим, с царем нечестивым-то, с фараоном египетским, что, значит, фараон ожесточил сердце, да, свое, раз, там, два, раза, три, ну, это же не до бесконечности, и потом, конечно, Бог ожесточил его сердце. Не потому, что Бог взял и сделал его жестоким, а потому, что Бог все ближе и ближе будет к Египту. Царство тьмы, Египет, хотя они себя называют царством света, египтяне, но в глазах Бога это было царство тьмы. Но когда к этому царству тьмы реальный, реальный свет приходил, реальное солнце, правда, да, реальный Бог, настоящий, не те выдуманные, суетные, а настоящий, истинный Бог приходил, то он был все ближе и ближе, и все явное становилось, все тайно становилось явным. И все нутро, будем так говорить, то, из чего сделан человек, да, все становилось явным. Вот, знаете, как, допустим, в нормальных, естественных, ну, обычных состояниях, да, порой не поймешь, человек хороший или плохой, ну, негодяй или он герой, да, трудно понять вообще. Вот, но чем более серьезные испытания, да, какое-то, тем, ну, больше понятно, что у нутро человека, да. У кого-то сливки всплывают, да, у кого-то всякая гадость, то есть, ну, а так, с виду, вроде как бы, нет ни его, и понятно будет, вроде все нормально, как бы, да, значит, да, только зацепи, бы, и уже что-то, уже полезло, уже что-то. Вот, значит, и вот так же, чем более серьезные испытания, как бы, да, кризис какой-то, то тем больше то, что у нутро, оно все и всплывает. И вот Параон-то, он с виду такой и повелитель всех, значит, и, значит, и царь, значит, и все, значит, и его царство, царство света называется, как бы, и он принимает решение, там, послушать Бога-евреев или не послушать вообще, знаете, вот, вроде как бы, свысока на всех смотрит, но когда истинный Бог посещал уже Египет, знаете, он ожесточал, свое сердце Параона ожесточал, но до поры, а потом, например, Бог ожесточил, не потому что Бог плохой, потому что то, что внутри Параона, это все вылезло, эта глина оказалась на солнце, на солнцеперке, у него был шанс еще до того размягчить свое сердце, не ожесточаться, ну вот, но он избрал так и путь, и потом этот путь привел его просто, ну, и всю страну, по сути, к поражению, вот так вот, а сердце Моисеева было вот так вот, мягкое, мягчало, и чем ближе Бог приходил, тем оно больше мягчало вообще, вот, и поэтому, чтобы Бог, придя, не поразил земным проклятием, мы благоставляем землю нашу, благоставляем, конечно, наши народы, страны, вот, молимся, но это благоставение очень часто в жизни людей, мы видим, как проклятие действует, не потому что Бог плохой, потому что Бог, приходя, все, что в нутрах человека, все это открывается, и, но другого пути у нас нет вообще, оступать невозможно, наша дорога только вперед, и поэтому я вас благоставляю, надеюсь, и ваши сердца, они не ожесточенные, вот, а мягкие, вот, потому что если, значит, ожесточенные, то, значит, у кого, значит, присутствие Бога не на пользу, а наоборот, во вреде, вот, вот, а если мягко сердце, то на пользу, благоставение, вот, знаете ли, и пусть Бог благоставит нас своим святым присутствием сейчас, он и так присутствует, но, когда есть моменты, то это особенная милость, такая особенная благость была, когда Иисус родился, то исполнились пророчества, и первым пророчеством, вот завтра можно только об этом поговорить, как раз было, Эммануэль, да, Эмману, Эмману, Ил, Ил, Эль, Бог, Эмману, там переводчики переводят, с нами, Бог, но, хотя можно перевести с нами, Эмману, но, если буквально с нами, то есть другое еврейское слово, Этану, Этану, оно по-другому никак не переводится, как только с нами, возле нас, близко с нами, да, это Этану, но Эмману, оно, оно не так переводится вообще-то, я вот проиллюстрирую, мне очень нравятся иллюстрации такие с водой, переводчики, знатоки иврита, я лишь учу, изучаю библейский иврит, а вот есть те, кто преподает, и вот, значит, самый хороший пример, мне понравился, с водой, вот вода, вода на иврите Маин, Маин, хороший стол, такой красивый, Маин, вот, значит, допустим, небеса Шэм Маин, то есть имя Бады, имеется в виду Баруфа Шэм, благостоверное имя, дающий воду, Бог, дающий воду, вот, Шэм Маин, вот многие еврейские молитвы, еще старинные, еще до Христа, еще что замечали в Израиле, они имели такие слова тоже, Авину, то есть Отец наш, Авину, Малкейнум, Шэм Башам Маин, Отец наш, который на небесах, значит, и это очень красивое сравнение, такое красивое слово, Маин, во многих словах еврейских есть этот, Маин, 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 вот, и вода, которая в стакане, допустим, да, возле меня, вот, для описания ее я могу лишь слово употребить Этану, вот она возле меня, Этану, Этану Маин, ну, так не говорят, по-моему, так, чтобы было понятнее, вот, но когда я ее пью, ваше здоровье, за реформацию, да, да, пью воду, вот, в общем, эта вода уже, она во мне проистекает, она частью меня становится, я частью ее становлюсь, вот она уже моя, да, и вот это уже, для описания этой воды, я могу сказать только Эману, Эману Маин, я частью ее, а она частью меня становится, и вот, то есть, это выпитая, съеденная, но, опять-таки, Эману Эль, да, это буквально, как бы, выпитый, съеденный нами Бог, как это возможно, то есть, частью она ставшей, значит, не просто с нами Бог, как вот, возле нас, близко с нами, да, и у пророка, кстати, в номерах стронга там, на самом деле, на самом деле, Эминали не Этану стоит, а именно Эману стоит, Эману Маин, то есть, Эмману Эль, извиняюсь, Эмману Эль, то есть, буквально, да, выпитый, съеденный нами Бог, а помните, Иисус говорил, так, что кто не пьет моей крови, да, не ест моего тела, не имеет счастья со мной, ну, вроде, такая страшная проповедь, даже многие из учеников, они вообще ушли, даже, перестали ходить с Иисусом после этого, но даже те, кто остались, немногие, и то, как бы, Иисус даже видел, что у них там на сердце тоже встрибутся всякие, значит, и как бы, и он тоже стал, если что, ну, говорит, вот Бог, а порог, не вижусь, можете уйти, и вы тоже, вот, и слава Богу за Петра, брата нашего, да, который тут все-таки, ну, сказал, пусть даже и не понимаем мы до конца, но ты имеешь вот эти глаголы вечной жизни вообще, куда нам их находяться вообще. Вот, и действительно, там говорится и получается и о хлебопреломлении, как в традиционном понимании христианского, но в большей степени, конечно, имеется в виду не просто обряд или таинство, причастие, флористик или преломление, а действительно, когда Бог в тебе, ты не просто съел хлеб, выкладывал, да, не просто даже размышляя тебе Христа это совершил в собрании, а ты действительно в Божью жизни принимаешь себя, и ты полностью в Нем и отдаешь свою жизнь им. Вот, действительно, настоящее причастие, это не просто даже обряд таинства, это жизнь. Поэтому Иисус, когда родился, исполнилась вот эта древняя мечта еврейская, Бог, живущий в человеке, и человек, живущий в Боге. Помните, да, как из песни-песни я говорил? Хорошо, друзья, и вот это благословение, я спою тоже на еврейском языке, благословение, почему? Я еще говорю Маяковского перефразировать. Еврейский я выучил только за то, что его говорил сам Машия, сам Мессия, сам Христос. А еще почему? Потому что слова благословения этого на еврейском языке очень много значений. Многие слова имеют до 70 значений на современном русском языке, представляете? Это одни, как, допустим, шалом. Шалом. Не просто мир, как написано, да? Мир, как отсутствие войны. Помните, война и мир, допустим, да? Нет. А мир с Богом, полное единение с Ним, имеется в виду. Шалом, как именно полное, абсолютное единство с Ним, примирение с Ним. Этот мир, который из нас проистекает, этот мир, это тоже шалом. И это все замечательно. Все эти значения, которые Бог вкладывает в эти слова свои. И благоставляю всех вас, дорогие друзья. И пусть Бог благословит нашу землю. Пусть Бог благословит и здесь, в Воронежской земле, народ и в других областях, регионах. И пусть сердца не каменеют, но плавятся от любви Божьей. Пусть это присутствие Божьего народ не ожесточается, а наоборот плавится и обращается к Нему создать ее свадьбу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лицо Свое на Тебя И даст Тебе мир Аминь 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 Иисус, куболом которого, головою, является Твой Сын Иисус. И весь этот храм – тело Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо Тебя за все, Господь. Отец, Абба, Отче, благослови, Господь, миром, шаломом всем. Благослови сегодня Израилем, благослови сегодня и желаю, благослови сегодня всех боящихся Тебя и любящих Тебя, Божи, верующих разных народов, разных принёс. Бог Святой по всему лицу земли, благослови Господь. Слава Тебе, Господь, за всё. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Здравствуй всех. Всех старых. Работца. Слава Богу. Слава Богу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...